Меня зовут Василий Романов, как я уже сегодня это говорил. Я занимаюсь всякими разными сложными техническими проектами в рамках почты. В этом докладе я расскажу, каким образом мы запускали веб-опи почты на Go и что интересного сделали и сколько времени это у нас заняло. Итак, для начала почта это очень большой проект, очень старый проект. Тут виден самый ранний коммит. Он был сделан 18 лет назад, еще в систему хранения версий CVS. Тогда даже SVN не было. И то, что он такой старый, это накладывает некоторые отпечатки на некоторые архитектурные решения. Потому что тогда всех тех классных без практик, которые есть сейчас, их просто не было. И он местами не очень дружелюбный. Вот у нас в GitLab именно такая картинка стоит на логотипе нашего проекта. Он называется mpop. Точнее, перловая часть этого проекта. Конечно, за все это время он был уже много раз, его отдельные части были переписаны, переделаны. Но осталось там именование переменных p-user и p-session, где user и session названы с большой буквы. А, да, еще у нас был классный антипаттерн got object. Вот какая-то маленькая такая архитектура выглядит примерно так. У нас перед всем стоит Nginx, потом есть демон на перле, внутри которого патч мод перл 2. И парочка опишек, которые самые высоконагруженные. Их буквально две. Они вынесены в отдельный демон на си. В асинхронный, конечно же. Со всякими хранилищами мы общаемся через local proxy, которая у нас поддерживает коннекты, умеет шардинг, файловер и прочие приятные вещи. И мы решили… А, да, сначала проблемы. Какая проблема вот этого вот демона на перле? Ну, он на Apache Mode Perl 2 в данный момент. Он синхронный абсолютно. То есть если вы ждете-ждете ответа долго, если у вас что-то втупляет, то вы все это время сидите и ждете. Он потребляет довольно много памяти, потому что за все это время количество фич в почве увеличивается, увеличивается, увеличивается. Все это нужно держать в памяти. Потому что прифорк модель. Ну и процессы, соответственно. Это не триды, это именно процессы. У него миллион зависимостей. То есть когда вы ставите RPM пакет, с ценой прилетает еще много чего. Конечно, у Perla есть цепан, но каждый раз что-то выкачивать из цепана на сервере, это не очень контролируемо, поэтому все это заворачивает в RPM. Еще Perl динамический язык. Perl очень мощный язык. Прям космически мощный. Там есть очень много способов сделать простой цикл. Иногда даже сидишь и думаешь, как мне сделать это поприкольнее. Вот прям так, чтобы прям душа радовалась. Мне такие моменты очень не нравятся. В Perla все фичи, которые сейчас появляются в языках, они все там были уже давным-давно. Ну и самая главная причина – это Perl. Почему? Потому что когда я пытался искать разработчиков на Perla в 2014 году, я себя чувствовал примерно вот так. Это неприятное ощущение. Поэтому мы решили попробовать Go. Мы выбирали между Go и Rust, и плюсами. Проблема плюсов в том, что они очень большие и очень там много подходов. Проблема Rust в высокой стоимости владения, в высоком пороге входа, а вот Go оказалось каким-то таким. Мы решили попробовать. Давайте напишем пока список трудов. Список трудов – это как раз почти тот основной список писем, который вы видите. Но это вариант с трудами. Я выделил его вот красным, что там два письма, это когда схлопываются у вас письма в цепочке. Он используется на относительно небольшом проценте юзеров, именно проценте. И написан он на Perla, как раз на той части. Поэтому мы решили попробовать его, потому что там должен быть значительный выигрыш. И для того, чтобы нам это сделать, нам понадобится авторизация, работа с профилем, работа со сториджем и все остальное. По сути, вся система, которая у нас работает. А поскольку, как я уже говорил, система у нас старая, то у нас очень много всяких собственных велосипедов, под которые вы библиотеку не найдете. Ну, мы решили, что у нас будет как-то вот так, потому что у нас Nginx. Мы можем сделать еще один метод и просто проксировать в него запросы. Переключаться на стороне фронтенда. С чего мы начинали? Какие нам интересные вещи пришлось реализовать? Ну, бинарный протокол, конечно. Вот в Perla у нас очень много таких вещей, потому что мы общаемся с нашей local proxy мы именно по бинарному протоколу. У нас есть свой протокол iProto, он очень быстрый, но там фич в нем ноль. Поэтому перловый, пак, unpack. На самом деле у каждой большой компании есть свой бинарный протокол. Вот тот коллег из контакта, я тоже слышал, что у них есть свой бинарный протокол. Ну, и мы написали библиотеку, которая очень удобно все это запаковывает, распаковывает по тегам структуры. Следующим большим пунктом была работа с хранилищем писем. Это у нас наша собственная база данных, разработанная специально под нас, специально под хранение писем. Ну, каким образом происходит работа с ответом, который возвращает эта база данных? Дело в том, что там вызывается Perl.xs. Это сишный код, который интегрирован очень пилотно с Perl. И он, по сути, идет по бинарным данным, вытаскивает оттуда имя поле, вытаскивает оттуда тип поля, распаковывает его и кладет в свешку. Сфешка – это внутренняя структура в Perl. Вы, может быть, знаете, что такое завал в PHP. Вот это как раз аналог завала, но только в Perl. И мы, по сути, очень-очень много раз вызываем эти сишные функции внутри сишки. А потом уже в Perl возвращается уже готовая структура, уже подготовленная. Но такой паттерн очень плохо подходит для Go. Почему? Потому что, когда вы делаете вызов сего, вызов гошного кода, то вам приходится лочить весь тред на этот вызов. Это значит, что вы берете этот тред, вытаскиваете его в шедулер, выполняете там какой-то код на си, потом возвращаете в шедулер. Этот тверхед не очень большой. Если у вас там один-два вызова такого кода, то ничего страшного нет, вы этого не заметите. Но если вам каждое поле нужно будет вот так вот вызывать сишную функцию, то оверхед уже станет достаточно заметен. Поэтому такой подход был бы не очень удобен. Но, к счастью, у нас оказались очень-очень пенотичные коллеги, и некоторый сишный код, их машина читаем. Поэтому мы взяли, распарсили этот код, написали кодогенератор и полностью сделали библиотеку для упаковки, распаковки этих запросов на основе вот тех данных, которые вы видите, мы сделали их полностью на го. То есть библиотека работы со сториджем не использует никакого сишного кода, не использует того клиента, которым пользуются другие сишные сервисы и Perl. Также мы разработали свой фреймворк на кодогенерации. Первоначально, поскольку мы писали всего лишь один метод, то у нас вообще не было никакого ни фреймворка, ничего. Просто руками сделали URL. Да, мы используем не этот HTTP обычный, без роутеров. Взяли URL и там написали под него код. Но потом подумали, что если все-таки мы будем дорабатывать систему, увеличивать какие-то методы, нам понадобится что-то производительное. Поэтому мы написали, вот в go есть команда go-generate, специальный тег, который, если вы натравите на него команду go-generate уже из консоли, то он посмотрит, что там есть и вызовет эту команду. И этот метод, он парсит вот такого рода заголовки. Если вдруг кто-то делал домашнее задание из моего курса, из второй части, то вот как раз там примерно похожая система нужно сделать. Вот. Этот метод нам генерирует всю HTTP обвязку. Он генерирует весь парсинг параметров, валидацию всех этих параметров в один проход и также генерирует ответ через EasyJSON. Мы, по сути, пишем, программисты пишут только бизнес-логику уже без HTTP обвязки. Кроме того, была написана, в рамках всего этого, была написана библиотека EasyJSON. Она позволяет создавать очень быстрые маршалеры и анмаршалеры для JSON. Почему в GoJSON вообще медленнее, чем в динамических языках? Дело в том, что когда вы распаковываете поле в каком-нибудь PHP или том же PerlAccess, вы смотрите, ага, пришел int, ага, поле такое, значит, вы внутри этого SV или внутри этого звала просто устанавливаете такое поле такого-то типа. Все это работает достаточно быстро, но штатный пакет для маршалинга и анмаршалинга в Go работает через рефлексию. Почему? Потому что у вас нет вот такого вот в рантайме информации о типе. Вам нужно лезть туда, где этот тип лежит, доставать его какими-то своими собственными методами через рефлексию, создавать эти промежуточные объекты, которые будут говорить, какое имя имеет это поле, какого типа это поле и там уже парсить. Это накладывает оверхед. EasyJSON вам позволяет получить вот примерно такой код, который создаст уже кастомный анмаршалер для вашей структуры. То есть в рантайме не будет вызываться никакой рефлексии. То есть нет оверхеда, нет накладных расходов на стерилизацию. Поскольку наш сервис создает JSON, нам это критически важно. Какие еще у нас особенности архитектуры? Как я уже говорил, у нас используется NART нет HTTP без отдельных роутеров. На самом деле тогда, когда мы начинали, это был 2016 год, их было еще не настолько много. У нас свой контекст. Внутри у него есть сессия, профиль, тайминги. Это сделано потому, чтобы не хранить это в каких-то резиновых get и set value внутри контекста, потому что он каждый раз в этом случае создает новую копию, а мы довольствуемся одной. У нас нет dependency injection. У нас все коннекты к базам хранятся в глобальных переменах. Ну, какой-то антипаттерн все-таки должен перекочевать в другую систему из прошлой. Это очень плохо, если вы так делаете, потому что тестировать это будет гораздо сложнее. Юнит-теста сложнее писать. Но про этот пункт я еще буду скажу. У нас domain-based организация кода. Что это такое? У нас не MVC, когда у вас есть отдельно контроллеры, модели, вьюшки. У нас есть папка, где у нас есть все хендлеры копии. А дальше у нас есть папка messages, где лежит уже все, что касается именно сообщений. То есть, как там распарсить email, как распарсить аватарку, как сходить на storage, получить этот список с нужными структурами. Как я уже говорил, мы не делали внутренний юнит-тест. Почему? Потому что так исторически сложилось, что у нас все наши тесты, они написаны на внешней системе, на Python. В данный момент у нас примерно 150 тысяч тест-кейсов для API и 7 тысяч тест-кейсов для UI. У них очень большое покрытие, они очень хорошо покрывают всю систему. Поэтому мы для скорости решили просто, вот пусть connect к локальной прокси будет. Вот глобальная перемена, мы просто будем делать get оттуда и все. Ну, то есть, конечно, оно закрыто за функцией get.ret. То есть, в случае есть чего, конечно же, можно подменить, но тем не менее. И когда мы решили, что нам нужно это тестировать, мы… Все наши тесты написаны на Python, на PyTest. Мы просто в тест для списка тридов, мы добавили просто сценарии. И один и тот же тест для перловой версии и для гошной версии вызывался подряд. То есть, один и тот же тест отрабатывал на одних и тех же данных. И за счет этого мы были спокойны, уверены, что мы нигде не пропустили никакую фичу, которая была параллельно запилена за это время. Наш ответ абсолютно, тотально идентичен тому, что дает Perl. Конечно, мы какое-то время помучились, когда делали валидацию абсолютно идентичную с Perl. Вот. Мы выкатились в июне 2016 года. Конечно, мы делали бенчмарки, точнее мы делали шедоу-тестирование. Шедоу-тестирование показало, что сначала мы упремимся в гигабит-сети, а потом во все остальное. То есть, наш сервис получился очень эффективным в плане использования CPU и памяти. Вот перед вами график с таймингами. Это год к году, ровно за тот же период. Тут есть перловая версия, она сверху. И есть гошная версия, она снизу. Результаты улучшились примерно в два раза. Это средний тайминг. Плюс мы стали гораздо-гораздо-гораздо-гораздо меньше, есть ресурсов. На самом деле, все шедоу-тестирование всех пользователей Mail.ru, именно для этого API, я уже говорил, она не очень популярна, не очень много используется. Мы его выдержали на одном сервере, и там, по-моему, по CPU оно ело два или три ядра. Сервер был, кажется, 26-20, Xeon. Вот. В итоге. С нуля мы запустили сервис production за шесть месяцев. Основной объем ушел времени, ушел на разработку всех наших системных библиотек и разработку нашего фреймворка. Если там используется какой-нибудь MySQL и какие-нибудь общедоступные библиотеки, то, наверное, время у нас бы ушло меньше. Также, наверное, если бы тогда уже был какой-нибудь джин в хорошем состоянии, то мы бы могли бы использовать его, и тоже, может быть, это время сократило. Сейчас, сейчас, сейчас код на Go работает, обслуживает больше всего запросов. Мы выпилили демон на C, потому что переписали все эти методы на Go, и нам очень понравилось. И даже по сравнению с C мы получили небольшой прирост скорости. Все, новое вебопи мы разрабатываем на Go. Мы планово переписываем самые тяжелые API-шки. Просто берем топы, оттуда берем самое жирное и ставим в план на работу. Если нам требуется в рамках какой-то бизнес-фичи доработать, очень мощно доработать какую-то текущую API-шку, мы ее переписываем просто на Go. В рамках разработки этой фичи. Все новые сервисы мы тоже стараемся начинать на Go, там, где это возможно. То есть Go сейчас это основной язык разработки почты Mail.ru. Итак, вопросы? Скажите, пожалуйста, по поводу десериализации JSON, которая в Go, там, называется маршлинг, да? У вас полностью своя система десериализации, или же вы используете стандартную с реализацией интерфейсов кастомной десериализации? Вот на этом слайде вы можете видеть, что… Я это привел только… Вон, unmartial JSON. Да, unmartial JSON. Смотрите. Это же реализация интерфейса. Дело в том, что мы решили сразу не плодить свои какие-то интерфейсы, и если вдруг библиотека штатная маршлинга или unmartialing видит, что ваша структура удовлетворяет интерфейс, она вызывает этот метод. Таким образом, это нам позволило просто писать код, используя стандартный маршалер и unmartialer, и там где-то надо просто сделать код-генерацию. Понятно. И вот в этом случае, в принципе, как бы, ну, unmartial и штатная все равно используют рефлексию, но это уже не так критично, правильно я понимаю? Мы внутри не используем рефлексию. Там вызываются сразу наши методы напрямую. То есть наш код можно вызвать как напрямую, так и вот прям user unmartial JSON. Либо же можно вызвать JSON unmartial, и внутри он сам поймет, что у юзера есть unmartial, и можно его вызвать. Но мы вызываем напрямую, без использования библиотеки JSON. Понятно. Спасибо. Спасибо за доклад. А можно вот слайд с графиками? Ну, может быть, глазами не обманывают, но, по-моему, они немножко смещены по фазе. То есть пики у Гоа не совпадают с пиками, точнее. Нет, вы можете посмотреть, что в самом начале есть новогодние праздники. Они в целом достаточно совпадают. Спасибо. Ну, может быть, конечно, когда там я делал таймшифт, там, 365 дней, может быть, в этом моменте чуть-чуть было смещение, но они практически вот должны быть один в один. Тут не имеет смысла совсем-совсем плотно их рассматривать. Основное, что я хотел показать этим графикам, это порядок таймингов в результате. Спасибо. Еще вопросы? У вас есть синюкальная возможность спросить, как сделана почта Майверу? На Го написано? Спасибо за доклад. Можно у вас узнать, насколько много у вас кода генерации в проекте и сколько времени проходит до того, как запустится само основное приложение? То есть сколько времени происходит кода генерации? Вы кодогенерируете только JSON и VP-опишку или что-то еще? В основном JSON и API-опишку. Ну, нет, у нас есть еще немножко протопафа, но я в данный момент не занимаюсь плотной разработкой этой части и не могу сказать, сколько прямо сейчас занимает генерация по таймингам. Но, да, еще момент. Мы коммитим сгенеренный код и точно так же мы коммитим вендоры. То есть наша система готова к тому, чтобы сбилдиться сразу же при чекауте из гита и сразу же, ну, то есть там нет никаких внешней зависимости, ничего не подтягивается при сборке, ничего не генерируется. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня на самом деле вопрос такой. Вот вы говорили, что вы с JSON работаете. То есть получается у вас вот те вот фронт части, которые висят на Mail.ru, они все получают, запрашивают данные в виде JSON и рендерят его на фронте, так? Ну, давайте говорить не Mail.ru, а все-таки e-mail.ru. Да, да, хорошо. Да, они получают данные в основном в JSON. Нет, у нас есть серверный экспанд шаблона для некоторых случаев, потому что у нас много версий почты. У нас есть большая почта e-mail.ru, у нас есть новая почта Octavius Mail.ru, у нас есть MTL Lite версии, ну и плюс еще мобильные приложения. То есть получается рендер, который делается, ну, по сути HTML получаем, мы его рендерим на, бывает так, то, что рендерим на сервере и доставляем на клиента. Да, бывает так. А как вы в этом случае решаете проблемы с вашими фронтенчиками? Как вот они в сервер запихивают эти шаблоны? Шаблоны пишутся фронтенчиками. У нас свой шаблонизатор, у нас свой компилируемый шаблонизатор, который был задолго до того, как появилось все остальное. Он используется у нас в многих других системах, и, в частности, он используется в Perla, в Perla. Поэтому мы просто взяли те же самые шаблоны, тот же самый шаблонизатор. Понятно, спасибо. И еще один вопрос по поводу того, как вы вообще решаете проблемы с… Я так понял, у вас же MySQL, база данных? У нас исторически есть некоторые базы на MySQL, их не так много. В основном вся наша нагрузка активно ложится на тарантулы. И тарантулам вы, в принципе, довольны? Тарантул – это наша база данных, которая разрабатывается внутри. Какое-то время назад разработчики тарантула сидели вместе с нами на этаже, поэтому если у нас что-то не работает или что-то неоптимально где-то тормозит, это решается очень быстро. С масштабируемостью проблем не было? Это последний вопрос. У нас шардинг. И один раз нам приходилось кое-что решардить, но в целом тарантул выдерживает огромное количество запросов. Он гораздо эффективнее, чем редис по памяти, по скорости работы. И у нас не было с ним проблем. Ну, кроме того, тех случаев, когда он иногда корился, но это решалось по-другому. А если иногда шард выходит из строя, что происходит? Фейловер в реплику. Вот, то есть тут получается уже репликация у вас, да? Мастер слайд. Конечно, конечно. У нас есть репликация. Все, спасибо. Понятно. Спасибо за доклад. Есть один вопрос. Вот у вас отличная практика была. Вы с тарантул-разработчиками сидели на одном этаже и наверняка осталась эта тесная связь. У нас чуть-чуть все хуже. Мы когда там пишем в Slack community куда-то вопросы, то на них долго ждать ответ. Может, вы рекомендуете куда писать, где цепочка короче, где можно быстрее получить ответ, где, может быть, с вами можно связаться и как-то эскалировать? В телеграме сидит Костя Лебедев и другие разработчики Тарантула. И я состою в этом чате. Мне, конечно, писать смысла мало, но там есть Костя, и он в целом отвечает на вопросы. Можете попробовать писать туда. Наверное, там все-таки цепочка короче. Спасибо. Еще вопросы? Тогда предлагаю выбрать лучший. Отлично. Да, мне понравился вопрос про JSON, про маршлинг вот этот. Вот где-то там был человек. Да. Коллеги, спасибо. Я очень рад, что вы пришли, что вы... Я надеюсь, что вы вдохновились нашими примерами и теперь каких-то страхов у вас будет меньше. На экране вы можете видеть промокод от наших коллег из Минска, который приглашает на конференцию там. Если вдруг кому-то это интересно, скидка целых 20%. Если что, мы всех очень рады видеть вас во всяких чатах, я очень буду рад видеть вас на своем курсе. Пишите на Го, давайте развиваться, приходите в следующий раз докладом, как вы внедрили это у себя и как у вас все хорошо работает или не работает. Потому что неудачные случаи, они тоже очень интересны, но мы, к сожалению, их не смогли найти. Я бы с удовольствием послушал, как кто-то пытался перейти на Го, но не смог. Поэтому всем спасибо еще раз. Будем когда-нибудь делать еще один этап. Го в продакшене 2. Спасибо.